Последний участник брутальной столичной группировки оказался за столом у следователей. Речь идет о банде, которая год назад вынесла не просто деньги, а целый сейф из офиса крупного интернет-магазина. Тогда четверо грабителей подъехали к подъезду фирмы. Один конец троса присоединили к оконным решеткам, другой к машине, после чего надавили педаль газа. Выломав защиту, приятели пробрались в комнаты и через то же окно вынесли на улицу сейф. Интересно, что наводку на дело дал бывший курьер магазина. В качестве приманки сообщил подельникам, в хранилище должны находиться баснословные деньги, как минимум 100 тысяч долларов. Что ж, теперь вся компания, видимо, попадет в то место, где решетки на окнах более крепкие. Об особенностях сурового налета расскажет Алена Лешкевич. Бывший курьер магазина, зная денежный оборот торговой точки, предположил, что в сейфе должно быть не менее 100 тысяч долларов. Баснословным кушем заинтересовал троих земляков, жителей Брестской области. Один из них как раз хотел открыть дома на Полесье и аграрный бизнес. Парни приехали в столицу на своем автомобиле «Додж-караван». С помощью троса и машины вырвали решетки с окна. Внутри находилась камера видеонаблюдения. Бывший сотрудник магазина знал об этом, поэтому парни, как только проникли внутрь, закрыли ее рукой. Дальше через окно вынесли сейф и уехали к себе на родину, делили деньги. Сейф вскрыли они на территории Драгищенского района в одном из гаражей. Достали деньги, 138 миллионов белорусских рублей. Ожидали выручку они побольше в размере 100 тысяч долларов. Но получилось на тот момент, что каждому из подозреваемых пришлось по 4 тысячи долларов. Криминальная фортуна отвернулась от джентльменов удачи. Оказалось, что как раз перед их визитом в магазине побывали инкассаторы и забрали основную часть денег. Такую возможность совершенно не предусмотрел бывший сотрудник магазина. Троих подозреваемых удалось задержать сразу, почти по горячим следам. Преступники уже осуждены, они получили по 6 лет лишения свободы. А вот выйти на след четвертого мужчины удалось недавно. Помог в этом детектор лжи. Чтобы раскрыть кражу, милиционеры прибегли к помощи техники. Проверяли всех сомнительных сотрудников магазина. Полиграф показал, что бывший курьер волнуется больше других. А уже через него правоохранителям удалось выйти на след других участников кражи. Правда, одному из криминального квартета удавалось скрываться до недавнего времени. Проводился опрос с использованием полиграфа, который давал информацию, хоть он не является доказательством, но для нас это была оперативная информация, значимая о его причастности к преступлению. Что называется, бросили концы в воду. Распиленный сейф нашли в одном из водоемов Брестской области. Для спецоперации привлекали дайверов. Теперь четвертого задержанного тоже ждет суд. Алена Лешкевич, Дмитрий Горкуш, Анатолий Долотовский. Зона ИКС Минск.